Эти добрые люди С одной стороны развенчание культа личности и знаменитая оттепель. Реабилитация жертв, репрессий и мощное жилищное строительство. С другой – жесткое подавление инакомыслия, расстрелы рабочих в Новотеркасске и безудержное прожектерство. Удивительным образом в этом человеке уживалось стремление к новаторству и реформизм, косность и консерватизм, граничащее с самодурством. Никита Сергеевич Хрущев, черное и белое. У нас в гостях историки Любовь Можаева и Владимир Круглов. Любовь Можаева окончила факультет архивного дела Московского государственного историко-архивного института, кандидат исторических наук, профессор кафедры мировой политики и международных отношений Российского государственного гуманитарного университета, автор более ста работ по социальной, политической и антропологической истории России, в том числе монографии «Русские безотечества», очерки антибольшевистской миграции 20-40-х годов и «Между Россией и Сталином. Российская миграция и Вторая мировая война». Владимир Круглов, выпускник факультета архивного дела Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, преподаватель Российского государственного гуманитарного университета, автор публикаций по вопросам региональной политики и административно-территориального устройства СССР и Российской Федерации. В руководстве страной возревала идея о смещении некоторых приоритетов, не оставляя идею промышленного развития, технологического совершенствования страны. Кстати, в 1958 году журнал «Тайм» американский оценил Советский Союз и его лидеров, как людей, которые сделали огромный прорыв в технологическом плане. Вот не снижая интереса к этим приоритетным направлениям, в руководстве страной уже четко сформировалось представление о необходимости перенести огромную долю внимания на производство предметов народного потребления, на смещение акцентов на развитие легкой пищевой промышленности, на увеличение внимания к тому, как живут люди, чем они живут, и, извините, за счет чего они живут и как они выживают. Тем более вот этот размах огромный сельскохозяйственного развития, который уже начинается после 1953 года и затем продолжается целиной и дальнейшими инициативами, он тоже требовал внимания именно к этому сюжету. Поэтому Хрущев в этом смысле, я бы сказала так, он не был новатором. Это было общее мнение в руководстве страны. Единственное, что нужно отметить, были два направления, которые можно в руководстве страной в возможном направлении реформ. Их можно, ну, очень условно назвать, скажем так, государственным и партийным. То есть, по сути, под эгидой чего будут проводиться преобразования? Ну, государственный подход, прежде всего, персонифицировали сначала довольно короткое время Лаврентий Берий, который был, пожалуй, самой энергичной фигурой в советском руководстве в первые месяцы после смерти Сталина. Вот, а затем Георгий Маленков. Хрущев же буквально с самого начала возглавил именно вот это партийное направление. Он всегда подчеркивал, что главной в жизни общества, главной роли должна играть партия. И когда Маленков предпринял некоторые меры по повышению влияния, престижности правительства, ну, вообще государственных структур, официальных, совет министров и прочие связанные с ним органы, Хрущев, ну, открыто в своих выступлениях говорил, что нельзя забывать о роли партии, нельзя забывать, что партия – это ядро общественных организаций государственных учреждений, что нужно всячески поддерживать партапарат, потому что это наша опора. Поэтому, я думаю, уже в первые же месяцы после смерти Сталина и как раз началась вот эта борьба за то, собственно, кто будет руководить. Насколько объективно руководство понимало ситуацию, которая складывается в стране, чтобы, можно там, тактически спорить, но есть реалии, с которыми не считаться нельзя? Ну, я думаю, что руководство страной, конечно, вполне объективно понимало ситуацию, потому что со смертью Сталина не то, что прояснилось многое, а просто образовалось многое, мимо чего нельзя уже было проходить, о чем нельзя было молчать и с чем нужно было что-то делать. Дело в том, что в обществе и в сталинские времена, так сказать, наблюдались значительные волнения. Со смертью Сталина ситуация усугубилась. И тут общество, если можно так сказать, оно не то, чтобы разделилось пополам, но, во всяком случае, какие-то сегменты стали выделяться. И особенно это началось после 20-го съезда. Эти волнения в Грузии, волнения в других городах Российской Федерации, они тоже были связаны с именем Сталина и с его отношением к Сталину. Ведь, например, в Грузии тогда волнение, они продемонстрировали стремление даже призвать сюда руководство Китая. А ведь Мао Цзэдун тогда отреагировал очень негативно на решение 20-го съезда и на доклад Хрущева, который он считал опорочиванием имени Сталина. И Мао Цзэдун даже требовал выдать ему прах Сталина для того, чтобы его там достойным образом сохранять дальше. И Мао Цзэдун даже писал Сталину, что специалисты Китая смогут хорошо его сохранять. Вот. И вся Грузия была охвачена волнениями. В Тбилиси были многотысячные демонстрации. Там, конечно, с властями были очень серьезные стычки. Причем это очень ожесточенные были столкновения, которые привели к человеческим жертвам, чего, например, в городах России пока все-таки еще не было. Причем я бы подчеркну даже такой момент. Это не была чистая политика. Вот то, как поступили со Сталином в глазах населения Грузии, это, в общем, не укладывалось в их ментальность. Потому что отношение к старшим, отношение к власти, к уважаемым людям. И вот даже национальный аспект, он был где-то на нацитом месте. А вот отношение к старшим, неуважение, так сказать, к покойному, это имело большое значение. И там даже были такие демонстративные акции, когда возлагали цветы памятнику Сталина, венки. Власти пытались это убрать. Население выставляло дежурных. И доходило дело до стычек. И 20-й съезд, ведь он знаменит, конечно, как-то так вот в памяти большинства населения, вот с проблемами культа личности. Но дело в том, что там рассматривались и большие вопросы по концепции внутреннего развития страны. И уже, собственно, новый курс Маленкова, он положил начало вниманию к сельскому хозяйству, пленам 1953 года. Вот. И в народе-то ведь его очень, так сказать, признавали Маленкова. Частушки ходили, появился Маленков, мы наелись и блинков. Вот. Отношение к личному подсобному хозяйству. Многие меры были предприняты для того, чтобы его, так сказать, реабилитировать. Стимулировать. Да, стимулировать тем более. Вот. Хрущев, собственно, начал вот с этого. И эти направления он потом продолжил. Тот же вопрос о цели не. Он стоял ведь еще и раньше, до того, как Хрущев стал единоличным, так сказать, лидером партии. Но в этом, кстати, одна из характерных черт деятельности Хрущева, что он был с одной-то стороны вождем и народным. Его, кстати, Сталин называл не иначе, как народником. Ну, на что Иосиф Витеренович намекал, тут сложно сказать, потому что есть некоторые сведения о том, что Хрущев в свое время, в молодости, избирался в советские органы от партии эсеров, что он принадлежал. Но документов нет. Но вот есть некоторые, так сказать, косвенные источники об этом, как исследователи говорят. Левые эсеры – партия левых социалистов-революционеров, радикальная неонародническая партия. Левое крыло в партии эсеров начало выделяться во время Первой мировой войны. Его возглавили Мария Спиридонова, Борис Комков, Марк Натанцун и другие. Печатные органы – газета «Земля и воля» и «Знамя труда». Левые эсеры участвовали в октябрьских событиях 1917-го на стороне большевиков, затем вошли в состав руководящих органов советской власти. Затем левые эсеры резко выступили против аграрной политики большевиков и заключения Брестского мира и в марте 1918-го вышли из состава советского правительства. Разногласия двух политических сил привели к вооруженному выступлению эсеров в июле 1918-го года. Это выступление было жестко подавлено и несколько его участников расстреляно. Хрущев начал перекачивать функции, руководящие из, так сказать, государственных структур, а должность Маленкова как председателя Совета Министров, она по аналогии со сталинским периодом считалась важнейшей в стране. Вот. Хрущев начал перекачивать все эти функции управленческие в руки партии. Это ему удалось. Это ему удалось. Собственно, вот то, что мы потом получили при Брежневе, что потом при нем развивалось и в конечном итоге до конца советского периода дошло, это было сформировано при Хрущеве. Да, лидером страны генеральный секретарь, хотя официально лидером страны был представитель Верховного Совета. Ну, генеральным-то стал только Брежнев в 65-м году, а это был первый секретарь ЦК. Но он постепенно-постепенно эти руководящие функции передавал. И вот партия стала не только направляющим, так сказать, лучом в жизни страны, но и управляющей силой. Вот это как раз было при Никите Сергеевиче Хрущеве. Надо еще отметить, что, пожалуй, это и привело в конечном итоге к тому финалу, к какому Хрущев пришел. Он не стал и действительно общенародным вождем, как, скажем, был в сознании многих Сталин. Но он в то же время и не смог заручиться полной поддержкой партийной бюрократии. А в то же время Хрущев проводил в отношении кадров, о важности которых он неоднократно говорил, и при Маленкове, и позже, он проводил очень такую импульсивную политику. Ему ничего не стоило, ну, буквально матом крыть министров на заседании правительства или членов президиума ЦК КПСС на соответствующих заседаниях. Ему ничего не стоило назначить человека и через несколько месяцев его уволить, просто потому что тот ему чем-то не понравился. То есть в этом отношении, конечно, Хрущев поспособствовал значительному усилению роли партийного аппарата, но в то же время партийный аппарат не чувствовал какой-то защищенности. Именно своей защищенности в период руководства Хрущева. Эта защищенность последовала после прихода к власти Брежнева, и это обеспечило Брежневу значительное долголетие, собственно, до самой его смерти. С Хрущевым же это не получилось. Вот здесь была его ошибка. Он не смог в конечном итоге образовать действительно такую серьезную платформу поддержки для себя. Мы когда начинаем анализировать эти механизмы, мы иногда, ну, не может быть иногда, а наоборот часто, мы не анализируем личность самого Никита Сергеевича. Вот этот такой образ, который сложился, такого разбитного полухулиганского типа руководителя, такого оппортуниста, волюнтариста, как они потом его называли, вот, самодура где-то. Но мне кажется, что все гораздо сложнее, во-первых. И очень странно, что человек, пройдя огромную партийную школу, понимая, как функционирует, как происходит принятие решений, как решаются кадры вопросы, что такое кадры, которые решают все по Сталину, что вот некоторые, да, его выходки, они, может быть, так, шокировали, но в целом он не мог оторваться от системы. Он обязательно должен продолжить вести себя так, как вели до него все остальные. Ну, могут быть нюансы, конечно. Так система и порождала соответствующее поведение. И он был плоть от плоти этой системы. И ведь, вот вы употребили такой интересный очень термин, оппортунизм, да, его никто, так сказать, в партийном порядке так не клянил. Ну, конечно, да. Понимаете, этот термин, вот с моей точки зрения, он все-таки имеет право на существование, но не в таком огульно клянищем ключе. Но ведь Хрущев, будучи последним идейным, так сказать, коммунистом, он первым задумался о необходимости изменения догм. И он своим законодательством, своими инициативами, да, проблемными, да, урезанными, да, и с одной стороны, и с другой стороны, но вот многими инициативами, многими решениями, он действительно систему-то все-таки изменил. Другое дело, что он сделал государственный социализм номенклатурно-государственным социализмом. Но ведь вот эти проблемы с кадрами, они в определенной степени были порождены и теми законами, и тем законодательством, которое было принято. Вот почему я сказала, что это был вложь для народа и для номенклатуры. Вот возьмем, например, закон о пенсиях. Вот 14 июля 56-го года в Советском Союзе был принят закон о пенсиях. Практически первый общесоюзный закон. До этого существовали, так сказать, постановления, решения ЦИК, Совнаркома, которые регулировали пенсионное обеспечение. Тут было очень много традиционного. Когда отменили царские пенсии, которые касались в основном военных, ну, большевики, в общем, они не спешили, так сказать, вводить пенсии. С 23-го года фактически только появляются какие-то там постановления ЦИК и Совнаркома по вопросам пенсионного обеспечения. В основном они касаются тоже военных. Вот в 56-м году, это было действительно знаменательное явление, впервые пенсионный закон. Установлен пенсионный возраст, четко установлен, для работающих 60 лет мужчины, 55 лет женщины. С колхозниками там по-другому немножечко, и там будет специальный закон. Для колхозников возраст будет немножечко другой, 65 и 60. Это будет 64-й год, тоже хрущевский. Закон начнет действовать немножечко позже, в 65-м, но все равно это хрущевская инициатива. Так что впервые пенсионное обеспечение было введено. Хорошо? Да, хорошо. Расставляла эти точки? Конечно. Давала гарантии социальной защищенности людям? Безусловно. Дальше, что с номенклатурой? Ведь были высокие надбавки различным категориям. Интеллигенции, в основном научно-технической, ученым, академическим. Вот эта категория начинает понижаться. Самая высокая пенсия была установлена тогда 1200 рублей, а по критериям 61-го года после денежной реформы это 120 рублей. Впервые были прописаны персональные пенсии. Вот тут были категории. И вот по партаппарату, по партаппарату, там четко было, члены политбюро, если уходил на пенсию, 500 рублей. Члены ЦК, своя ставка, члены президиума, своя ставка. Но это было регламентировано. Понимаете, вот один процесс, который дает гарантии населению страны в массе своей, и по определенным категориям он, конечно, бьет. Решение проблем, очень многих насущных, которые он чувствовал, необходимость которых он чувствовал решать, шло все-таки за счет трудящихся, в том числе и партийного аппарата. Поэтому недовольство шло и оттуда, и отсюда. Но, как некоторые специалисты, я с ними совершенно согласна, говорят так, удивительно не то, что он не сделал, а удивительно то, что он успел сделать. Интересная мысль. Его обычно к Хрущеву не применяют. Интересно то, что он успел сделать. Да, интересно то, что он успел сделать. А сделал он, конечно, в своем законодательстве достаточно много. И на этих законах мы, в общем-то, даже и сейчас живем. Но пенсионный возраст тот же остался, во всяком случае. Пока. Надо сказать все-таки, что как минимум на протяжении первых лет трех-четырех Хрущев делал своего лидерства. Хрущев делал, в общем-то, то, что сделано его вместе практически любой бы лидер страны. Все-таки эти меры, они в значительной степени уже назрели. Они фигурировали в пропаганде партийной, даже в Конституции были прописаны. Но при Сталине все-таки в значительной степени они либо носили декларативный характер, либо... Регулировались от раза к разу. Да, то есть не было каких-то установлений основательных, что называется. Хрущев это кодифицировал. Поэтому, мне кажется, чисто хрущевский период преобразований нужно рассматривать где-то годы с 57-58. Ну да, когда он стал практически единоличным лидером. Да, победа над антипартийной группой и все прочее. Занятие должности председателя Совета Министров. То есть он фактически занял те же должности, которые занимал Сталин. Стал, если по должностям формально судить, таким преемником действительно Сталин. Ну да, собственно, он стал и представителем Совета Министров. Да. Совместил две должности. Он тоже возглавлял, по-моему. Ну, это как первое лицо. Да, как первое лицо. Это традиционно. Ну, во-первых, еще... Во-вторых, тут порядковый номер не имеет большого значения. Но вот мы сказали о законах. Но ведь еще, кроме закона, был еще и порядок. То есть после 1953 года, вот холодное лето, после выхода на свободу и заключение многих людей, что ставится ему в заслугу, что он, в общем, выпустил оставшихся в лагерях политзаключенных. И даже, по-моему, кто-то Михаил Ромб сказал, что даже если бы он только это сделал, то все остальное меркнет. Да, он в памяти народной уже остался. Да, он уже останется, да. Вот поэтому тут тоже не надо сбрасывать это со счетов. И фактически вот это, хотя бы намек на то, что законность постепенно возвращается, было сделано. И этот шаг достоин, конечно, уважения определенного. Но, с другой стороны, до восстановления полной законности и порядка было далеко. Даже те же волнения, которые были позже события в Новочеркасске, они свидетельствуют о том, что, в общем, ситуация была не очень простая. Новочеркасский расстрел 2 июня 1962 года. Вооруженные подавления выступлений жителей города Новочеркасска Ростовской области. Рабочие электровозостроительного завода начали протестовать против повышения цен на мясо, молоко, масло и другие продукты. Начались стихийные митинги и демонстрации. Появились лозунги политического содержания. В ходе последовавшей операции по наведению порядка с участием войск Северокавказского военного округа были убиты 23 человека, около 40 человек получили ранения, были произведены массовые аресты. 14 человек были признаны судом, организаторами беспорядков, 7 из них были приговорены к расстрелу. Ну, вы знаете, вот что касается холодного лета 1953 года, я бы, конечно, не относила это только к заслугам Хрущева и, прежде всего, к заслугам Хрущева. Все-таки эта идея возревала, так сказать, в рамках коллективного руководства. И здесь Берия тоже много чего сделал в этом плане. Другое дело, что, понимаете, после смерти Сталина с ГУЛАГом нужно было что-то делать, потому что, с одной стороны, это узилище, а с другой стороны, это действительно стройка коммунизма, потому что за счет сидельцев ГУЛАГа строились очень значительные объекты. И нужно было решать. Содержать уже такой огромный механизм было для страны накладно, тяжело и не нужно. Общество уже стало другим. И вот, кстати, вы совершенно справедливо говорите о том, что в обществе, так сказать, зрело недовольство, атмосфера уже позволяла выражать недовольство. Это уже были изменения духовного порядка. Это уже была определенная духовная свобода людей. И свобода, кстати, с точки зрения внутренней политики. Ну, это, так сказать, народ-победитель. Он не мог эту энергию держать постоянно в себе. Ой, абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Вот, кстати, во время волнений в Тимиртау, они вспыхнули, это очень активно, в 59-м году. Но зрело там это очень давно. Ведь что там было? Там участвовали в этих волнениях. И в основном масса-то, те, кто там выступал, это молодые люди 17-20 лет. Это те, кто приехал строить целину. И те, кто там жил. Там ведь очень тяжелые условия бытовые были. Люди даже по несколько дней не умывались. Не было питьевой воды. И вот последней каплей, так сказать, вот к волнениям в Тимиртау, послужила именно та вода. Вот как в фильме «Броненосец-потемкин» нас кормят мясом с червями. А тут привезли воду. Она какого-то подозрительно красного цвета была. Может быть, кстати, туда просто марганцовку поместили, чтобы люди там не заразились какими-то бактериями. Но воду в результате вылили. Там была одна цистерна с квасом. Причем те, кто пришел раньше с рабочей, выпили ее. Тем, кто пришел позже, уже пить нечего было. Вот эти бытовые условия очень тяжелые, они послужили, стимулировали вот это выступление. Да, конечно, там были, так сказать, представители органов внутренних дел. То есть все по классическому сценарию было умиротворение. Там были драки. В том числе и на пьяный, на фоне пьянства. Все это было. Это молодежь была. Но какие выводы были из этого сделаны? Вот тоже без расстрелов, кстати, практически. Без расстрелов. Я имею в виду без осуждений, приговоров к расстрелам. Там были выводы на уровне государственном, партийном. И затем в ближайших поселках к Темиртау были комиссии партийно-государственные. И там под страхом ответственности руководству было приказано навести порядок с бытовыми условиями. Палаточные городки осносить таким образом, чтобы люди могли там жить и создать им условия для проживания. Вот. То есть власть уже вступила в диалог с обществом. и люди увидели, что они могут быть услышаны. Люди увидели, что могут быть услышаны. И увидели тоже. Да. И вот последующие выступления, кстати, были во Владимирской области, в Александрове, в Муроме, в других городах Советского Союза. Вот этот момент народ-победитель, он звучал. Он звучал. И, кстати, элементы внешней политики во внутренних волнениях тоже находили отражение. И некоторые люди выступали. Там тоже, кстати, достаточно было элементарной хулиганизации, как говорят специалисты. И в пьяном виде иногда вот там в материалах дела приводится пример. В пьяном виде один товарищ и говорит, стоило ли брать Германию, чтобы потом, после войны, так с ней обращаться. Ну, имеется в виду установление отношений и так далее, и так далее, и так далее. И это ставили в вину власти. Кстати, вот эти настроения были достаточно распространенными, но общество уже могло высказывать их. Я хотел бы вопрос как раз той самой законности затронуть, поскольку, безусловно, Хрущев стремился к тому, чтобы вот эта ситуация по сути игнорирования писанных законов, принятых, конституции, кодексов, уголовного, трудового, всего прочего, который имел место при Сталине, уже не повторилось. другое дело, что вот это вот его стремление, оно как-то, мне кажется, вступало в некое противоречие с его же сознанием и какими-то идейными, идеологическими воззрениями и установками. Ведь все-таки Хрущев был пламенный большевик, если можно так выразиться, по Убежденный, да. Убежденный, да. И даже пропаганда конца 50-х, вот когда начался вот этот пафос коммунистического строительства, очень активно использоваться, она к чему призывала? К возвращению, к нормам ленинизма, к революционной законности и целесообразности. В результате это приводило к тому, что Хрущев, с одной стороны, восстанавливая законность, справедливость в отношении реабилитированных, например, в то же время он, ну не в одно и то же время, но спустя какое-то время начинал те же самые советские законы игнорировать. Вспоминается здесь дело Рокотова, известное, дело валютчиков, так называемое. В 61-м году, когда на Украине были арестованы несколько человек за спекуляцию валюты, за незаконную предпринимательскую деятельность, в советском законодательстве были за это сроки, как раз в 60-м был принят новый уголовный кодекс, но Хрущев потребовал, чтобы им установили в качестве наказания расстрел, что противоречило законодательству, уже принятому уголовному и вообще по сути советскому законодательству. Но нормы старого сталинского законодательства применили к этим осужденным задним числом, что в юридической практике довольно дико звучит. То есть, здесь, конечно, все очень противоречиво и нестабильно. Хрущев, с одной стороны, устанавливая некие нормы, в то же время считал, что во имя некой целесообразности их можно нарушить. Революционная целесообразность это идея. Это относительно понятный партийный подход, потому что есть же разные, римское право, советское право, в нем отличается с Фершинского пошло еще, что революционная целесообразность это уже совсем откровенный беспредел революционный, фактически военная диктатура или военный коммунизм. А вот право партии решать кого расстреливать, а кого амнистировать вне закона, это все понимали и это порождало лишь такое глухое недовольство, а понимание, что все равно против власти не попрешь, что она как захочет, так и сделает. И веры в слова руководства становилось меньше, потому что эти факты они собственно размывали авторитет выше руководства страны, а в России традиционно первому лицу делегировали слишком большая ответственность, и не все с ней справлялись. Ну, тут еще к тому же нужно отметить, что Хрущев в своих вот этих импульсивных акциях имел все-таки поддержку определенной части населения, которая не понимала, чего собственно мы церемонимся, если говорить простыми словами, взять их и расстрелять. Это и звучало по отношению к этим самым валютчикам, теневикам, и по отношению к тунеядцам, по отношению к очень многим категориям населения и общественным, скажем так, категориям, вплоть до всех тех, кто выступает. Вы хотите сказать, что Хрущев принес например этих валютчиков фактически в жертву? Определенным настроением, безусловно. Он и своим неким импульсом, вот этим большевистским таким революционным потакал, но в то же время и определенные общественные настроения существовали. Правда, я, конечно, не буду говорить о том, что это большинство так считало, потому что вряд ли так считало большинство. Другое дело, что общество как раз основная черта хрущевского правления это то, что общество очень сильно начало фрагментироваться, если можно так выразиться. Начали образовываться некие группы все-таки идеологические. Кто-то более либерально смотрел, кто-то отставил вот эту чистоту коммунистических идей и взглядов. Мы еще немножко забываем, что вот мы сейчас живем в относительно либеральном обществе, где можно не работать месяц, два, три, тогда это было нереально. То есть за тунеевство можно было три года минимум схлопотать тут же. И второе, все было очень регламентировано. То есть рабочие были привязаны к заводу, колхозники колхоза, это принадлежит, уже паспортизация была населения. Там было сложнее. То есть люди свободных профессий считались элитой, потому что они хотя бы днем могли на работу не ходить. А так все было достаточно жестко. И в этом смысле простой перенос современных реалий или наших стереотипов на время 50-летней фактически давности, 60-летней, это тоже волонтаризм. Конечно. Конечно. Надо рассуждать в рамках конкретно исторического периода, безусловно. Я совершенно согласна с вами, что вы сказали, общество начало фрагментироваться. Ведь вводя норму социалистической законности, как это было принято тогда говорить, Хрущев многими законами в определенной степени ухудшал положение военных, работников органов внутренних дел. Ну вот, например, были снижены пенсии военные, работники внутренних дел потеряли надбавки к заработной плате. Это тоже не могло не сказаться. Но вот этот коммунистический романтизм, он был все-таки характерен для общества. Хотя мне, например, сложно, в моем представлении все-таки Хрущев не такой уж пламенный большевик. Он достаточно рациональный человек, прагматичный. и вот такой уж одержимости коммунистической идеи, так сказать, во всех сферах, мне кажется, у него не было. Он очень трезво подходил ко многим сюжетам. Да, он мог постучать ботинком, когда что-то его не устраивало там на здании структуры Организации Объединенных Наций. Он не первый был. Большевистские руководители, советские руководители тоже себе позволяли еще до него. Этот прием был достаточно распространенный тогда. Это уж как-то на Хрущева все сразу сфокусировали внимание. Но, кстати, когда вопрос касался внутренней жизни страны и внутреннего законодательства, здесь Хрущев достаточно прагматично подходил все-таки. Я, пожалуй, уточню. Дело в том, что правление Хрущева вроде бы недолго, 11 лет всего, если брать от 1953 по 1964. Хронологически. Хронологически. Оно делится на некоторые этапы. И вот тот этап, о котором я говорил, его я бы определил такими границами с 1958 по 1962. И это этап как раз этого романтического коммунистического строительства, который совпадает с подъемом экономическим, социальным и прочим. действительно подъемом после реформ 1957 года софтнорхозы знаменитые, расформирование министерств, большая инициатива на места, что дало определенный эффект. На это время, кстати говоря, приходится, если, может быть, не все, то многие события, с которыми часто связывают правление Хрущева, позитивные события, космос, технологические прорывы, атомные ядерные оружия и все прочее. К 1962 году все-таки стало очевидно, что линия не вполне срабатывает. Участились сбои в осуществлении каких-то решений, народное недовольство усиливается, конечно же. 1962 год, это знаменитые повышения цен на продукты питания. Новочеркасск, который грозил превратиться в новочеркасский синдром в обществе. Да, очень много же выступлений и на юге, и в центре России, и по республикам. То есть ясно было, что общественные настроения, скажем так, меняются, они становятся скорее негативными. А вы знаете, с чем я бы это связала? Вот этот перелом начала 60-х годов, но мне, кстати, кажется, что и перелом в самом Хрущеве в этот момент произошел. Да, и безусловно в самом Хрущеве. Вот это то, я хочу оттолкнуться от той мысли, которую здесь высказывали, о коммунистическом романтизме и возвращении к Ленину. Вот кто-то из шестидесятников в воспоминаниях своих писал, а что у нас тогда было? Мы видели лицо Сталина, к Сталину мы не хотели, а кроме ленинской духовности, коммунистической романтики у нас не было ничего. И вот те же, например, молодежные группы, молодежный нон-конформизм, он как раз был очень распространен в это время. Группы в МГУ, группы так называемых молодых историков, кружок Красноперцева, общество патриотов России, общество патриотов России, как называется. Потом несколько организаций молодежных, которые были созданы под влиянием венгерских событий. Общество уже видело, что от Сталина мы стараемся уйти, а коммунистического романтизма-то в общем как-то не наблюдается. 59-й год, семилетка. Вывод какой? КПСС стала партией всего народа. Полная окончательная победа социализма в СССР. Социализм? А 59-й год, а что с ценами, а что с продуктами, а что в обществе как-то не вяжется? СССР СПОКОЙНАЯCES 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 И вот почему я аргументирую свое сомнение в том, что Хрущева я не могу назвать истинным большевиком и коммунистическим таким романтиком. Он действительно последний человек идеи, но его идея коммунистического строительства к 80-му году – это есть выпускание пара, это есть спасение идеи, это есть спасение страны, спасение концепции. А давайте-ка переведем стрелки на 80-й год, потому что 70-й год достаточно близко, а к 70-му году ставилась задача догнать и перегнать Америку по производству мяса, молока и продукции на душу населения. 70-й год уже близко, не получается, поэтому семилетка, смещение уже планов, растяжка, там посмотрим, что будет. Вот я бы не назвала его таким уж коммунистическим романтиком, мне кажется, он был жесткий прагматик, что, кстати, не так уж плохо. А насколько он вообще был образован для той должности, для той позиции, которую он занимал? Он изначально готов был к высокоинтеллектуальному и ответственному поприщу, как управлению страной? Вы знаете, если мыслить категориями того времени, так сказать, в рамках исторического процесса, исторического периода, то, я думаю, такой вопрос вообще задавать даже, наверное, и не стоит. Ведь наши вожди, они вожди народные. Что иметь в виду, готов он или нет? Образование? Ну, в общем, вот в сравнении, там, допустим, с Иосифом Ильдисарионовичем, да, была у него там промоакадемия. Вот. Большой опыт личный, потому что он с юга России, где рабочие были действительно рабочие аристократии. Вот. Человек, который стремился пойти работать в ту систему, которая давала бы ему практические навыки для жизни, и он стремился к организационной работе. Практикой? Да. Теоретически? Ну, я бы поставила это под сомнение. Но опять, как теоретически? В смысле коммунизма? Простите, Ленин ведь тоже был до 1956 года урезан. Письмо к съезду только после решения 20-го съезда мы прочитали, раскрыли. Поэтому был тот Ленин, который был на тот период времени. А тот Ленин и Ленин после 1956 года. Это уже немножечко другое. Так же, как мы сейчас можем сказать. Поэтому это, конечно, сложный дискуссионный вопрос. Был ли он готов? Думаю, что если оценивать по тому, как он себя вел, идя к единовластию, он был вполне созревшим человеком. С другой стороны, система работала, заложенная еще там основателями. И то, что говорится в народе, обобщалось и докладывалось. Они прекрасно понимали, о чем люди говорят там на кухнях, в автобусах, в троллейбусах, тогда уже в метро. Не кажется ли вам, что одной из причин, которая объясняет накопившееся противостояние, противодействие в обществе или противоречие, это то, что деяние не должно, не оказалось не равно воздаянию. Что люди ожидали одно, получили другое. Ведь к этому моменту мы вышли в космос. Мы там покорили Енисей. Мы впереди планеты были даже в области балета, как один язвительный бард спел в свое время. Получилось так, что люди, победившие в Великой войне, ждали, что им дадут, что они им дадут, создадут возможности хотя бы сытно покушать, одеться, обуться, жить в нормальном жилье, в теплом. Хрущев, правда, сделал много, вот эти хрущевки знаменитые, в общем-то, они же не строились на века, они строились на 20 лет максимум. Первое место в мире по женичному строительству. Да, да, к сожалению, это так. Но они видели, что что-то буксует, 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 они видели расслоение, они видели ту часть партийной номенклатуры, которая живет совершенно в других условиях, глупости иногда принимаемых решений. Вот я помню, мне мама рассказывала, как в 62-м году, мы жили в Воронеже тогда, я был маленьким, мне нужно было молоко покупать на рынке, питание организовывать, все было очень плохо. И была демонстрация, когда Хрущев прилетел в город, на аэродром вышел, и собравшиеся, значит, его встречать публика, подняли батоны, там, дешевые относительно хлеба, и кричали хлеба, масла, молока. Вот он постоял, посмотрел, вызвал себе первых шестаря, значит, в самолет, подняли трап, он развернулся и улетел. То есть, ну, никаких там репрессий, никто никого не расстреливал, конечно, то есть это было бы тогда всем известно, но вот это недовольство, оно зрело. И получалось, что люди не видели перспективы. Иногда в романах и в материалах вот тех писателей, значит, 60-ник, в той оттепели, вот эта вот безысходка иногда, она чувствовалась. Что, да, вот потенциал огромный, вроде бы люди такие все хорошие, так они живут реальными заботами, они хотят как лучше, но что-то не получается, они сталкиваются с какой-то глухотой, с какой-то стеной, каким-то непреодолимым вот этим молохом, который еще идет с 30-х годов. И возникает вот этот социальный пессимизм. Как бы там бравурно мы ни говорили о коммунизме, там и шутки были, конечно, всякие разные по этому поводу ходили. Народ так в Серымяке своей много чего понимал, чувствовал во всяком случае. И Хрущев не мог это не принимать во внимание. Одним из возможных решений была там знаменитая оттепель, так называемое послабление, якобы послабление, которое было. Ну, вы знаете, по-моему, это вполне естественно. Когда определенные, так сказать, рамки свободы расширяются, общество, конечно, поддается. Вот я бы даже отметила так, что власть стала более открытой по отношению к народу. Тут можно даже говорить о том, что Кремль, например, была открыта для посещений. Вот это тоже ведь значительный такой факт. То есть люди увидели, что там и как. Потом... Не везде, правда, но основные достопримечательности получили возможность. Да, конечно, те, кто приезжал в Москву. Потом, ну вот, фестиваль, конечно, он приоткрыл и другие страны. И люди увидели себе подобных из других стран. Более того, они смогли разговаривать. Более того, в Москве даже разрешили тогда ночью выходить на улицы и самим общаться людям. Такого нельзя было до того. Вот. То есть определенные рамки духовной свободы и обычной свободы, они расширились. В этом смысле власть, так сказать, себя открыла. И, конечно, вот эти ожидания социальные, они опережали многие возможности. Ведь большим сдвигом, например, позитивным сдвигом в рабочей среде было то, что людям дали, они перестали быть прикреплены к ведомственному жилью. Соответственно, они могли переходить с предприятия на предприятие. Это же тоже очень большой сдвиг. А то ведь люди как рабы, они не имели права. Только администрация могла перебросить. Это сталинская норма. Вот. То есть определенные рамки свободы расширились. Плюс вот это, ну как ее назвать, даже не знаю, в полном смысле это не очень корректно, коммунистическая мифология, но коммунистическая увлеченность. Вот эта лозунговая, так сказать, демократия, она была очень широка. И она влияла на народное сознание. И люди, конечно, очень хотели оказаться там, в светлом коммунистическом послезавтра. На Доборнинской площади до сих пор висит огромный плакат. Ну, плакат, точнее. Да, на торце здания. На торце мы строим коммунизм, и там рабочий, колхозница и ученый. То есть вот три, ну, символ интеллигенции, научно-техническая интеллигенция, да, вот такая в ее части, это те, кто двигался туда, туда, к светлому будущему. И ограниченность этих реформ. Можно ли ее назвать, так сказать, специально задуманной? Ну, я не знаю. Я думаю, что это тоже ограниченные ресурсы и возможности в рамках функционирования той системы, которая существовала, партийно-государственной системы. Ведь дело в том, что совнархозы в значительной степени погорели тогда на том, что пошло дублирование функций партийных советских организаций. Раздулась вот эта самая бюрократия партийно-советская. И первый, конечно, результат, чистохозяйственный совнархозовский, он был весьма позитивный. А когда стали руководить партийные организации, как это полагалось в системе, предприятиями свои, сельским хозяйством своей партийной организации, ну, вот оно и пошло. Я здесь вижу две большие проблемы для политики Никиты Сергеевича. Первая проблема – это то, что фактически не был пересмотрен курс на преимущественное развитие, как тогда называли, группы А, то есть военно-промышленного комплекса, по сути. Это, безусловно, дало большие плюсы в том, что появился ракетный ядерный щит, появился достаточно современно оснащенный военно-морской флот. Да и мирный атом тоже на этом фоне уже появился. Безусловно, как побочный эффект. Но в то же время это означало, что основные средства-то идут в военку, и очень сложно было перебросить средства в социальную сферу. Мы как раз вначале говорили, это бремя военных расходов, оно довольно-таки безусловно. Мобилизационная экономика сохранялась. Мобилизационная экономика. То есть, Хрущев, безусловно, стремился улучшить жизнь населения. Он неоднократно говорил, что как же так, мы социализм построили, а картошку не продаем. Или, например, крылатая фраза была, идея Маркса гораздо лучше в голову проходит, если смазаны салом. Ну да, и как же коммунизм без лепешек и блинов. Вот, он весьма так образно все это формулировал, но был в своих действиях ограничен вот этой политикой. И сам, кстати, был ограничен мышление его тоже. Да, и второе, я позволю себе еще все-таки буквально пару слов, это идеология. То есть, идеологические требования были таковы, что нужно было прославлять достижения страны. И эта пропаганда, эта система сложилась еще все-таки в 30-е годы. Это сталинская практика. И она не пересматривалась вплоть до 80-х годов. В основном делался акцент на успехах. Но люди видели, что наряду с успехами есть очень большие трудности и проблемы. И масса писем в партийные структуры, в государственные, в газеты о том, что что же вы делаете, трещите об изобилии, о успехах и всем прочем, а в магазинах нет еды. С другой стороны, научно-технический прогресс тоже, ведь его развитие очень интересным было в это время. Что происходит с Академией наук? Ведь именно при Хрущеве она из консультативного органа превращается в государственный орган управления наукой. По существу, в Министерство науки то же самое. Это сказалось, конечно, на положение ученых. Но, кстати, был создан Госкомитет по координации научных исследований, что позволило в масштабах такой огромной страны все-таки скоординировать направление научных исследований. Это тоже сказалось. Понятно, что вот это требование обеспечить обороноспособность и тот самый, может быть, не военно-промышленный, а мы его называем оборонно-промышленный комплекс, который был создан. Он жил под своим законам, он требовал создания, например, физико-математических школ, куда собиралась думающая элита, которая потом ушла в Бамовский, другие инженерные вузы, составила цвет отечественной науки, инженерной мысли. Это делалось весьма прагматично. И вот мы начали передачу, вернулись к этому мысли. Я еще раз скажу, что, возможно, даже вот то отношение полупренебрежительное или такое шутовское к творческой интеллигенции, оно вызвано, возможно, еще и тем, я могу ошибаться, меня поправьте, что люди, находящиеся вот там наверху во власти, они понимают, что завтра война может быть. Какая тут интеллигенция? Надо ракеты строить, надо американцев там душить, нужно на Кубе развертывать, значит, ракеты средней дальности, нужно разворачивать советский краснознаменный подводный флот, нужно держать страну, укреплять границы, и это строило огромных средств, и здесь кто-то там что-то такое пишет непонятно в стол. Конечно, это вызывало раздражение, непонимание, и вот все, что связано с взаимодействием, с творческой общественностью, с интеллектуалами, по-разному мыслящими. Здесь были большие проблемы. Одно только гонение на русскую православную церковь, которых не было даже при Иосифе Сырёновиче, такого жёсткого, и требование показать последнего папа по телевизору, это ведь тоже было. Скорее всего, это было просто вызвано ревностью. Как направление? Стремление к тому, чтобы как-то всё-таки ослабить, расширить рамки, которые существовали в конце 40-х, начале 50-х, началось уже всё-таки при Сталине. Первые произведения, которые, скажем так, можно назвать для своего времени свободомыслящими, они выходят уже в 51-52 годах. А те, которые прозвучали в первые годы после смерти Сталина, они и написаны в начале 50-х. Движение, оно всё-таки шло снизу во многом, и власть всё-таки стремилась заполучить поддержку мыслящей части общества. А не боялись, чтобы мы будем выглядеть какими-то душителями свободы, не желающими раскрепостить потенциал народа перед лицом того же мирового сообщества? Или Хручёв уже никого не боялся к этому моменту? Я бы вообще зашла в разговоре об оттепеле немножечко с другой стороны. Вот мне представляется, оттепель – понятие комплексное, и оттепель нельзя связывать только со взаимоотношениями с интеллигенцией внутри страны. Оттепель – это, кстати, и международная сфера отношения с Западом. Ведь, собственно, выезд Нины Петровны, детей. Микоян сказал Никите Сергеевичу, «Никита Сергеевич, а что вы не возьмете в свою семью?» И Нина Петровна, и дети говорят по-английски, пожалуйста. Ну, это как частный такой пример. Затем, вот эта сила, так сказать, ядерный щит, тоже давала возможности определенных взаимоотношений с Западом. И Запад это очень чувствовал. Именно поэтому в 1957 году и с точки зрения внутренних достижений и внешних достижений Хрущев был назван человеком года. Толстый, лысый, разговорчивый, как о нем написал журнал «Тайм». То есть оттепель – понятие комплексное, в том числе и духовное. Но оттепель она не закончилась в 1964 году, она закончилась несколько раньше. Она закончилась пленумом по идеологическим вопросам, когда идеологическая борьба была объявлена ведущей в современных условиях. Уже не классовая борьба, как при Сталине. Вот эта формула была заменена. Все-таки ожидали, извиняюсь, освободив, скажем так, расширив рамки возможностей высказываться для интеллигенции, ожидали, что она будет работать на коммунистическую идею. А писать стали очень разные. Тот же один день Иван Денисович, он весьма сильно прогремел. Но это был 1963 год, когда уже все-таки… Но это была антисталинская тема, поэтому, кстати, допустили. Да, но уже 1962 год, вот этот знаменитый Манеж и все прочие события. А тот же самый Дудинцев в Нехлевом Едином. Да, вот как раз Дудинцев. Сколько копий было поломано, а потом, когда опубликовали, выяснилось, что, в общем-то, не очень интересен он внутри страны. На Западе больше кричали, чем здесь. Но, тем не менее, поняли, что, в общем-то, интеллигенция начинает слишком уж свободомысляще высказываться, поэтому начали прижимать. Это как раз 1962 год и дальше. То есть, тоже весьма непоследовательная в этом смысле политика оказалась. Говоря, в общем, о том, что было в то время, еще раз мы вернемся к началу, что нельзя использовать только две краски. Черное и белое. Там их столько оттенков. Иногда даже есть такие, что уж чернее там быть не может. И все равно это тоже было. Вот, да, сегодня вот полет Гагарина в космос, это символ времени Никиты Хрущева. Хотя мы прекрасно понимаем, что в тех условиях любой другой руководитель повел бы себя, может быть, даже так же. У одного были такие вульгарные могли быть попытки управления странами. У того же Маленкова, если он остался бы у власти, было бы нечто другое. Но принципиально, вот с точки зрения такого стержневого развития страны, вряд ли бы что-то поменялось. Хрущев важен с одной стороны для понимания специфики эпохи, но с другой стороны не надо сводить все к нему лично. И вульгаризировать тем самым советский период, называя конкретные этапы нашего развития по имени вождей, которые в то время руководили страной. Да, конечно, личность в истории это очень важно. Да, они могут внести. Но вот эти процессы, которые лежат внутри, их просто так не переломать. Это что касается и корневой системы народа, и его консерватизма, такого внутреннего и традиционных вековых устоев, ничего ты с этим не сделаешь. И сейчас ничего не смогут сделать. Поэтому очень-очень трудно вот так вот в одной передаче как-то этот образ раскрыть, а с другой стороны, собственно, мы, он сам был волонтаристом, мы их, собственно, и призываем, не надо в волонтаристке подходить к отечественной истории. Историков, которые занимаются этим периодом, сегодня становится больше, и вот этой черно-белой краски становится меньше. Спасибо вам. А с вами, уважаемые зрители, мы на этом прощаемся и завершаем нашу программу с тем, что в ближайшее время продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин